А почему только неделю назад приняли решение уехать? Страшно стало. Из-за того, что если вдруг что-то будет такое военное действие, то чтобы дети не видели. А сколько у вас детей? Двое. Десять и шесть лет. Вы здесь с детьми или вы приехали всей семьей? Я с детками. Муж дома остался. Чтобы, ну, во-первых, он работал. Сейчас работу сказали, как бы пока закрыли. Ну, и дом старый, чтобы от мародерства. А у вас там дом частный, да? У нас квартира. Мы не богато живем, но как бы последнее, что есть. Просто он там остался. С мужем связываетесь? По телефону каждый день. Что он рассказывает? Последние новости. Ну, страшно. Возле Донецка там бомбят. Везде как бы, ну, страшно, что рассказывают. Скажите, пожалуйста. Он рад, что мы вовремя выехали. А как вы выехали? Почему в Житомир? Как вы выехали? Ну, пригласили нас. Сказали, что здесь есть возможность выехать, что принимают. Где-то денег нет. Как бы муж получает мало. Мы не могли позволить. Я всегда спрела по телевизору. Куда бы вывезти детей, да? А тут предложили, сказали, что бесплатно, что могут содержать, кормить. И мы поехали, потому что нет возможности самим было выехать и где-то содержаться. А кто вам предложил? Вот кто сказал, что можно в Житомир? Какая-то организация? С кем вы? В церкви сказали, да. В церкви, в нашей церкви сказали, что есть такая возможность выехать деток. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну а детки знают, что там в арене? Ну, мы рассказываем им, что там они, ну вот Мишенька, допустим, и каждый вечер плачет, папа хочет. Мы объясняем, что пока не можем, пока там стреляют. Сейчас там утихнет, и мы вернемся. А если совсем плохо будет, может, приедет? Сказал, не знает еще пока. Не может ничего сказать. Там все равно, Родина там, ну как-то сложно решиться, чтобы куда-то конкретно уехать. То есть и вы так думаете, что вы здесь временно, да? Я надеюсь очень, да, что поскорее это закончится, и мы вернемся к вам. Хорошо. Спасибо. Как вас встретили, как вы чувствуете себя сейчас здесь? Ну, здесь вообще молодцы, люди очень добрые, очень добрые. Мы только учимся, насколько добрые здесь открытые люди. Как бы говорят, бандеры, нет, это не бандеры, это очень добрые люди. Светлана, вы сказали, решили ехать, потому что боялись, что было тревожно. А были какие-то моменты до того, как вы сюда приехали? Мы живем недалеко, аэропорт Донецкий, и там слышно было, да, было тревожно, потому что многие производства остановились, там знакомые жили, звонили, рассказывали, подбежали, то есть были, да, такие тревожные моменты. Спасибо. Здравствуйте. А как зовут вас, выгодить? Из Донецка, да? Да. А сколько вы здесь? Неделька. Донецкая область. Желаем, чтобы у вас сухо сложилось. Измойчиво, нет, не задерживаются. Что приходят вещи, вещи, они сами забиваются. Откуда вы, скажите, откуда приехали? В Донецке. В Донецке, да? Вы здесь с Циёй, сколько вас? В Донецке. Вы, жена, идите, будете? Что оставили в Донецке? Работу оставили или в отпуске у них? А пока в отпуске. Как вам в лагере? Да, все хорошо. Хорошо. Да? Вас, говорят, здесь настоящее самоуправление, вы сами решаете, кто где работает, какую работу выполняет. Да? Ну, стараемся. Конфликты у ведутника? Да, пока нет. Давно вы здесь? Ну, я треть, нет, четвертый день. Ага. Понятно. Ну, хорошо. Мечтаете домой вернуться? Хотелось бы, чтобы все спокойно было. Кто-то там остался из-за работы? Нет, родители. А чего родители не уехали? Кто-то там не знал. Не хотел. Ну, спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!